Россия сделала максимум для Армении в дни войны, заявил бывший министр обороны Армении Давид Танаян. По словам экс-министра обороны Армении, на протяжении всей войны в Карабахе он поддерживал постоянную связь с российским коллегой, что позволило решить ряд крайне важных задач. Танаян рассказал, что на протяжении всей войны он был на постоянной связи с российским коллегой Сергеем Шойгу, проводя с ним зачастую по несколько телефонных разговоров в день. По понятным причинам не буду раскрывать скобки, но могу однозначно сказать, что в условиях развернувшейся войны Россия сделала максимум для выполнения своих союзнических обязательств, отметил экс-министр. Помимо чисто оборонительных вопросов, постоянные рабочие контакты с российским министром, по словам Танаяна, позволили решить ряд других важных вопросов. Напомним, Танаян был освобожден от должности министра обороны спустя несколько дней после окончания войны. Отметим, что во время Карабахской войны Азербайджан вел войну не с Арменией, как государством, а с незаконными вооруженными формированиями на территории Азербайджана, которые оккупировали часть районов Азербайджанской республики. А речь об упомянутых Танаяном союзнических обязательствах России касается только государства Армении и обороны Армении, но никак не территории Азербайджана и Карабаха, так как Азербайджан не вел войну с Арменией как государством. Поэтому такими утверждениями бывший министр Армении Давид Танаян ставит себя и министра обороны России Сергея Шойгу в очень неловкое положение, так как сам признается, что Армения участвовала в войне на территории чужого государства и что обстрелы мирного населения вели со стороны Армении, либо что российские союзнические обязательства вышли за рамки Армении и распространялись на террористов и оккупантов. Субтитры создавал DimaTorzok